Всем привет, друзья. В нашу сторону, в Тихуану, идет большая колонна из Гондураса, более 200 человек, и я хотел бы вам сегодня рассказать и прокомментировать эту ситуацию. 300 метров проплыть, повернуть направо, и вы уже находитесь в США. Ну, конечно же, запасы, чертолеты вот там летают. Эти люди сегодня-завтра уже окажутся в Тихуана. Скорее всего, будут концерты, скорее всего, будут какие-то акции, нелегальный переход, перепрыгивание через самый главный забор, который находится на побережье. Все это мы уже видели неоднократно. Это так называемая экономическая миграция, когда люди из Гондураса просто не могут заработать и едут в США для заработка. Как вы знаете, в Гондурасе средняя зарплата 100 долларов в месяц. В США можно зарабатывать от 100 долларов в день и выше. Какие будут последствия? Ну, первое, 50% людей подадут на убежище. Ожидать суд они, скорее всего, будут на той стороне, в Мексике. Эти ребята создадут палаточные городки, как это бывает всегда, или в Эль-Чапарал, или в Сан-Исидро. Эти ребята будут создавать криминогенную обстановку, скорее всего, так что сейчас ехать в Тихуана. Не рекомендую. Ну и плюс очереди. Если сегодня люди в ожидании их месяц, без всяких тамблат, без всяких взяток и так далее, люди, которые не едут в Мехикали и на другие границы подаются в Тихуана, то сроки однозначно будут больше. Плюс-минус 3-4 недели прибавьте. Итак, друзья, бояться этого не стоит. Мы профессионально занимаемся Мексикой, готовим переводы, готовим формы людям. Психологи помогают сформировать кейс. Если вам это интересно, если вы хотите поехать по этому пути, если у вас есть реальные основания, есть притеснения в вашей стране, дискриминация и так далее, обращайтесь. Наши контакты в описании под видео. Всем удачи. Привет вам из Тихуана. Пока. Субтитры подогнал «Симон»